На территорию базы приехали люди, которые выкинули всех рабочих с базы. Оттуда вывозили вот все, что могли. Ну, то бишь, ее фактически грабили. Хотя это единственный человек, кто, в общем-то, взялся помогать. Подделка документов, да, одна экспертиза готова. Ну, это грабеж, прям натуральный грабеж был. Есть надежда? Честно, она то появляется, то исчезает. Это надежда. Рэкет. Избиение сотрудников ДПР. Поджоги автомобилей. Перестрелки. У него даже есть собственная комната пыток. Но вот более 20 лет правоохранителя ничего о нем не знают. Как такое получается? Если Плужнов катается на машине с логотипом своей ОПГ индейца. Вы посмотрите на этот Порш Плужнова. А вот еще фотография вспомогательной газели. Представляете, насколько он чувствует себя безнаказанным. В охоте за нефтетрубами индейцы причинили немало горя обычным людям, которые вставали у них на пути. Так, 27 февраля 2003 года был убит начальник производства Новокуйбышевского НПЗ Виталий Лаврентьев, который занимался выявлением врезок в нефтепровод завода. В 2006 году был расстрелян автомобиль генерального директора завода нефтепереработки Аркадия Маргулиса. В 2012 году повесился инспектор ДПС Дмитрий Коршунов, который занимался сопровождением цистерн, сворованной нефтью. В 2019 году застрелился экс-мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин. Индейцы держат в страхе жителей всего Новокуйбышевска. За десятки лет преступники обзавелись покровителями среди полиции, чиновников и в суде. Это мы испытали на себе, когда по иску Плужнова, в нарушении всех законов, нам попытались заткнуть рот и запретить рассказывать о происходящем в Новокуйбышевске. Цепочка событий, она явно говорит, что нам, журналистам, хотят заткнуть рот. Затыкают вот так вот, с помощью судебной системы. Мне, знаете, трудно понять, почему, как судья Наталья Бегишева, Гишова, вот так вот откровенно подставляется, принимая вот такие вот иски. Рано или поздно это дойдет до коллегии судей. Сегодня мы получили новое подтверждение безнаказанности Плужнова и его подельников. Оказывается, в Новокуйбышевске действуют какие-то другие особые законы, которые отличаются от законов Российской Федерации. И самое страшное в том, что по этим особым законам действуют правоохранительные и судебные системы. В марте 2020 года на территорию базы приехали люди, которые выкинули всех рабочих с базы. Они приехали, они чем-то, хоть бумажку, может быть, кто-то снимал? Нет, 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 никаких их полномочий не было. То есть просто потому что могут? Потому что могут, да. Представьте себе, что ваш личный автомобиль, на котором вы передвигаетесь каждый день, прямо в вашем дворе, на ваших же глазах арестовывает сотрудник полиции с целью выяснения владельца. Вы показываете документы на автомобиль, говорите, что я тот самый владелец, и это мой автомобиль. Но полицейский вам не верит, документы не смотрит. Вы говорите сотруднику полиции, не верите мне, так сделайте запрос в ГИБДД по госномеру и получите официальное подтверждение всем моим словам. Но полицейский отказывается и продолжает оформлять свои бумаги. И пока вы пытаетесь доказать, что машина ваша, при участии полицейского по поддельным документам начинается переоформление машины на нового подставного сотрудника. Абсурдная ситуация? Да. Но она сейчас происходит в Новокуйбышевске. Только арестован не автомобиль, а целый автопарк спецтехники на десятки миллионов рублей. Вот чудеса чудесные. Пришлось нам ходить просто по инстанциям. Пришлось написать заявление в полицию еще раз, для того, чтобы они выяснили вот эту ситуацию. Полиция пыталась разобраться. Потом появились следующие сведения о том, что какие-то два участковых инспектора, будто бы на этой территории, обнаружили бесхозный транспорт. То есть каких-то двух участковых пустили все-таки? Да, участковых пустили. И они обнаружили там бесхозный транспорт. Не обнаружили бесхозный транспорт, хотя транспорт стоит там уже, ну в смысле базируется он там где-то, ну не меньше 15-20 лет. По документам не проблема, по госномеру, по идентификационным номерам, на двигателе, на раме, все это было возможно определить. И эти участковые подписывают акт передачи бесхозного имущества на ответственное хранение вот этого ЧОПа. То есть ЧОПа, кто там все-таки их допустил, они там нашли якобы технику и технику передали этому же ЧОПу. Передали ЧОПу, но это вот потребовалось время для того, чтобы вот эти акты передачи истребовать. И то нам их не вручили, то есть собственнику не показали. Мы путем вот долгих переписок, в том числе с прокуратурой, вот я лично был ознакомлен с отказными материалами. Там по нашему заявлению вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Значит, приехали люди, которые выкинули всех рабочих с территории базы. И на эту территорию больше никто не имел доступа. То бишь, не владелец этой базы, ну, соответственно, рабочие тоже на эту базу попасть не могли. Без каких-либо оснований вся размещенная спецтехника задержана, а настоящих собственников попросту не допускают на территорию базы к своему имуществу. Выяснилось, что все-таки был хитрый ход, я считаю, что это ни в какие рамки не вписывается. То есть, получается, вот с моей точки зрения, это инициатор всего этого безобразия, он придумал такую схему, будто бы сотрудники полиции должны, будто бы, обнаружить, согласно распискам, вот этим актом передачи, акты передачи составлял явно не участковый инспектор, потому что они были... Извините, а с инициатором мы можем предположить, кто это? Ну, скорее всего... Надо предположить, что за всем за этим стоит Плужнов? Да, можем, вот о том, что стоит за этим Плужнов, потому что, в первую очередь, интерес материальный, как я и понимаю, что по всему этому делу в первую очередь стоит вот этот вот материальный интерес по имуществу, движимому, недвижимому, и в том числе вот по этой базе, в частности. Вот, поскольку, ну, меры по удержанию, они продолжают приниматься, потому что мы обращались в том числе в Росгвардию на действия, незаконные действия охраны предприятия, но результат никакого охраны предприятия ЧОП Ратибор. То есть, ну, нам Росгвардия проверила наличие лицензии, наличие оружия, сказали, что по нашей линии ЧОП, обращайтесь, ну, в обычном порядке, вот, если есть состав преступления, это пускай полиция разбирается. А Ратибор – это местный, да, Новокуржский? Новокуржский, да, да, вот, но я думаю, что он аффилирован на 100%, это инициатор всего этого, потому что, ну, действует... Ну, наверняка просто так люди не заходят, просто так они пускают полицейских, они разворачиваются и уходят, потом находятся два участковых, которые почему-то пускают, находят якобы технику бесхозную и отдают этому же ЧОПу. И отдают ЧОПу, да. Кстати, мы уже рассказывали о ЧОПа Ратибор. Это охранное предприятие является силовой структурой Плужного индейцев. Вот что о Ратиборе пишут на сайте бандитского Новокуйбышевска. Практически всегда врезку можно узнать по бойцам ЧОПа Ратибор. Именно его сотрудником был недавно убиенный боксер Моисеев, в машине которого нашли целый арсенал боевого оружия. Именно этот ЧОП прославился недавним зверским убийством неправильного покупателя, одного из охраняемых ими магазинов. Присмотр за передвижением этих славных ребят тоже даст много пищи для размышлений. Дмитрий был сотрудником ранее упомянутого ЧОП Ратибор, который охраняет объекты индейцев. По городу ходит информация, что, идя на поводу у индейцев, следствие умысленно уходит от выяснения истинных причин убийства. Но мы пытались, я тоже пытался обращаться, естественно, не только в полицию, в прокуратуру и в Следственный комитет того же Новокуйбышка. Обращение было не одно, я был на личном приеме, и у начальника полиции был на приеме Новокуйбышка, он мне объяснил, сказал, что я не пойму, почему вы все жалуетесь, что какое-то уголовное дело может из этого получиться. Вы попробуйте в гражданском порядке. Ну, как бы, права клиента защищать свои права, да, это, по сути, я считаю, что это незаконные действия, и как минимум самоуправство, как минимум нарушения должностные в действиях сотрудников полиции, потому что сам факт нарушения, они признали полиция, когда мы в службу собственной безопасности областного ВВД обратились, нам сообщили, что да, в действиях сотрудников есть состав, но вот этих двух участковых есть состав дисциплинарного нарушения, но поскольку срок давности истек, значит, им даже выговор объявлен не будет. Хотя вот эти действия, по сути, привели к незаконному удержанию, то есть они намеренно, я считаю, что намеренно не проверили, хотя принадлежность этого имущества, может быть, участковым не было известно, а инициатор, она была ясна, кому имущество принадлежит. Ну, они хоть что-то говорили, вот ЧОПовцы, ЧОП, противор, да, они что-то говорили, вот у них спрашивали же полиция, на каком основании вы тут находите? Они вводили работников полиции в заблуждение, утверждая, что, значит, территория этой базы принадлежит определенному человеку. А определенному они так и называли определенную? Нет, зачем, нет, они называли фамилию, что эта территория принадлежит товарищу Глушенко, и так как он собственник этого всего, он против, чтобы на эту территорию кто-то заходил. Но по факту... А у них теперь подтверждение было? Нет, абсолютно никакого подтверждения, кроме доверенности, значит, у адвоката и у юриста, который с ним приезжал, что они являются представителями собственника. Все. Глушенок? Да. Кто, что, что? Ну, ему принадлежит совершенно другая территория, которая находится рядом, ну, практически через забор. Но территория, про которую мы говорим, территория базы, она ему никогда не принадлежала. Хорошо, значит, вводили они полицию в заблуждение, полиция вводилась? Конечно, конечно, вводилась. То есть, их удовлетворило? Да, их все удовлетворило, что там происходило. Они сказали, что все хорошо, и поехали. Да, и уезжали. И на этом все заканчивалось, да. Никакие наши жалобы, ну, абсолютно ничего, никакого действия не имели. Полиция Новокуйбышевска уже год игнорирует все нарушения. Ничем, кроме как коррупции, происходящее невозможно объяснить. Как все дальше развивалось? Ну, я так скажу, что это никак не развивается до сих пор, потому что на территорию базы собственник зайти не может. База также охраняется ЧОПом-Ратибор, и, ну, просто собственника не пускают. После того, как эта база, так было, скажем, захвачена, в течение, наверное, месяца оттуда вывозили вот все, что могли. Ну, то бишь, ее фактически грабили. Что-то сдавали в металлолом, что-то растаскивали по себе, то бишь, ну, это грабеж, прям натуральный грабеж был. Это ЧОП или какие-то приезжали машинки, другие люди загружались и выезжали? Я скажу так, через три дня после того, как нас выгнали с этой территории, я приезжала туда. Возле ворот меня встретил Гвоздев, как раз начальник ЧОП-Ратибор. Он мне сказал, что база принадлежит Плужного, и на эту территорию больше никто не зайдет. Вот и все. Следователь, как его фамилия? Следователь Будаев. То ли подстраховавшись, то ли, может быть, каким-то другим причинам, арестовывает все. Суд? Шестой. Шестой Кассационный суд, общий юрисдикт. Ты говоришь, что вы как бы погоречились. Что на это говорит ГИБДД? ГИБДД, но судебных решений не читают, и они, ГИБДД, к сожалению, нужно разъяснять, как действует закон. Несколько машин там были, принадлежали вам? Да. На этой базе? Да. И сейчас они вам не принадлежат? Нет, они были проданы без моего участия, без моего согласия. Ну, то есть это подделка документов. Подделка документов, да. Одна экспертиза готова, которая показала, что подписи в ПТСе стоят не моя. Но опять-таки это все крутится, уже целый год это все длится, эти экспертизы, которые длились. Кто-то опросила, может, она поговорила с новыми? Насколько я знаю, на той неделе были вызваны допросы новые собственники, но что там происходит, я ничего не могу сказать, я просто не знаю. Это же не уголовное дело, это проверка. Это проверка, да. Это элементарная проверка. И то она началась только после того, как я обратилась к депутату Хинштейну. И только после моего обращения к этому человеку вот что-то какие-то эти начались. Только после обращения к депутату Государственной Думы Александру Хинштейну появилась хоть какая-то попытка соблюсти законы России. То есть все-таки кого-то там боятся. Ну, я так подозреваю, да. Чему-то вот начальник полиции сказал, ну, обращайтесь в гражданском порядке. Но если здесь состав преступления, почему в гражданском-то? Состав преступления в наличии, даже вот должностных лес, даже этих двух участковых, они, я понимаю, они пешка там в чужой игре, они выполнили какую-то часть. Они без указания, опять же, руководства, да вряд ли они какого-то там хулигана послушались. И потом, ну, можно много говорить, но эта база существует там 15-20 лет, чья база и забором обнесенная кому принадлежит, все знают, по сути. Но просто вот использовался такой хитрый ход. Потом она используется, она, я единственное, что думаю, что не обойдется вот этой вот продажей трех единых техники, которая Шарапова принадлежала. Это все не обойдется. Может быть, и та техника, мы еще не знаем. Может, она продана. Если подвести итог, то все происходящее в очередной раз доказывает, что преступные деньги предполагаемого лидера индейцев Сергея Плужнова позволяют ему выворачивать законы в Новокуйбышевске в любую нужную сторону. Только привлечение внимания службы безопасности из Москвы а также контроль дела со стороны Александра Хинштейна помогут не только остановить грубейшее нарушение закона и откровенный грабеж, но и возбудить новые уголовные дела против целой шайки оборотней в погонах Новокуйбышевска. Не можно говорить, что главной целью было это имущество? Да, все сводится, к сожалению, к деньгам. Вся цель всего этого преследования имущества, то есть там и земельные участки, и дома, и движимое имущество, автомобили. Спасибо, что рассказали о сутях происходящего. Мы постараемся донести, что происходит, беспредел творится в Новокуйбышевске до Москвы, до Генеральной прокуратуры, до тех ведомств, которые должны, которые могут этот вопрос как-то решить. Сделать так, чтобы закон заработал в Новокуйбышевске, а не творилось то, что про что вы сейчас рассказали.